Как выбраться из этой травмирующей негативной ситуации? А вот здесь переключение от вашего негативного состояния – это могут быть ваши хобби, ваши увлечения, но увлечения в непрофессиональной деятельности, потому что часто профессиональная деятельность – это зарабатывание денег, это какой-то такой вот монотонный труд, а часто профессиональная деятельность у женщин – это, как говорится, приготовить, убрать, приготовить, убрать. Ну, бардак, это вообще маразм для этой женщины. И она должна уходить в свое увлечение, в хобби. Что выбрать? Ну, то, что вам по душе. Без всяких вот насаждений, советов, как говорится, вы можете выбрать или макраме, или кройки шитья, или вышивать крестиком. И для мужчин то же самое. Поймите, это простой, но эффективный способ переключения. Когда вы вот почувствовали, что захватывают вас негативные эмоции, нарушается вот этот ритм дыхания, сердце бьется, как после марафона. Что сделать? Попробуйте подумать о своих увлечениях, о своем хобби, посмотреть на предмет своих вот этих увлечений. А еще я иногда вам просто советую вот такое. Конечно, это, ну, не всем так подойдет. Это возьмите какой-то маленький острый какой-то предмет и сожмите его. Почувствуйте чувство легкой боли. Это отрезвит вас. Или сделайте контрастный душ. Или эмоциональный душ. У меня есть ролик, когда я учу эмоциональный контрастный душ делать. Это напряжение, разрежение. Поймите, что вы, переключаясь на другую деятельность, вы уходите от негативных эмоций, которые вас захватывают, которые и нарушают ритм дыхания и увеличивают сердцебиение. Вы начинаете искать лекарства, чтобы уменьшить сердцебиение. А вы измените эмоции. И сердце перестанет так сильно биться. И дыхание восстановится. И будет нормальное давление. То есть мы работать должны с эмоциями. Мы должны работать с зажимами тела. Эмоциональными зажимами в том числе. И вот здесь не нужно, как говорится, бить по хвостам, по симптомам. Вы бейте по причинам, вызвавшие эти симптомы. Вот и обращайтесь ко мне по скайпу. Обращайтесь за вопросом. Откуда выросли эти симптомы? Почему сердце бьется? Почему повысилось давление, вспотели ваши ладошки? Или вы, извините за выражение, обосрались? Значит, давайте искать, откуда растут ноги. И владеть эмоциями. Да приобретайте у меня хороший тренинг по владению эмоциями. Стоит-то вообще копейки. Значит, друзья мои, работаем с эмоциональным нашим аппаратом. И тогда негативные эмоции нас не будут захлёстывать. И не будут приводить наше сердце в птицу, которая бьется в клетки. Продолжение следует...